Начнем мы с утилиты настройки сенсорного дисплея Для этого мы с вами нажмем в область системных значков И тут есть вот такой вот значок, синий палец Нажимаем на него, который вызывает панель управления сенсорную Где мы можем видеть три режима Палец, перчатки или стилус Поэтому в зависимости от того, чем мы собираемся работать по этому сенсорному дисплею Тот режим мы выбираем Кстати говоря, когда вы будете работать с программой Trimble Access То жесты лучше всего работают, если вы выбираете режим палец То есть жесты, которые позволяют вам, например, поворачивать или масштабировать облако точек Далее давайте мы с вами рассмотрим средства экономии энергии Продление жизни батареи Их вообще, говоря, достаточно много, но основных два Давайте каждый из них просмотрим Первый это яркость экрана, яркость дисплея Мы можем с вами нажать вот на эту клавишу для вызова панели уведомлений А можем просто провести жестом справа налево Этот жест также выводит панель уведомлений Здесь мы видим вот этот вот бегунок, который управляет яркостью дисплея Я не знаю, видите вы сейчас или нет на экране Но на моем вот яркость меняется Если вы хотите увеличить срок работы вашего контроллера То по возможности уменьшайте яркость дисплея Еще один способ увеличить время работы Вашего контроллера Это нажав на значок батареи В системных значках Вот здесь вот есть возможность режима питания менять В частности вправо это максимальная производительность А влево максимальная жизнь батареи Сейчас у меня три позиции у этого бегунка Но когда вы будете работать от батареи По-моему здесь пять позиций Если вы поставите в крайне левое положение Соответственно это максимальное время работы от батареи Но наименьшая производительность устройства Следующий момент, который надо рассмотреть Это папка TribbleData Это папка, в которой у нас хранятся все наши проекты Для того, чтобы было удобно ее вызывать Я вам рекомендую сделать следующее действие Вызвать для начала File Explorer И давайте мы с вами настроим папки Для этого мы зайдем с вами во View И укажем, чтобы было показано скрытые элементы Давайте посмотрим на диск C И вот обратите внимание У нас появилась ранее скрытая папка ProgramData В ней как раз и находится TrimbleData папка Захожу я в ProgramData Trimble И вот я вижу эту папку В которой будут наши все данные Рекомендую сделать следующее Правой кнопкой мыши Прикрепить ее в панель быстрого запуска Быстрого доступа Я нажимаю сюда И вот вижу, что она у меня появилась вот здесь Теперь она будет здесь всегда Поэтому вы можете ее всегда вызывать отсюда Также можно правой кнопкой мыши Отправить SendTo на Desktop На рабочий стол Если я нажму сюда То эта папка у меня появляется вот здесь Я могу ее переименовать Назвать просто TrimbleData Как угодно Enter И теперь у меня также появляется Быстрый доступ к моим данным Будет вам удобно Достаточно при работе С этим контроллером Следующий совет Который я могу вам дать Это Выполнить Чистку Очистку диска Дело в том Что Когда вы обновляете Microsoft OS То очень много Файлов Остается От предыдущей версии Учитывая Что память у этого устройства Не такая же большая Я рекомендую вам сделать Следующую вещь В панели поиска Набрать Disk Cleanup Вот он у меня уже сразу появился В русской версии Это очистка диска И запустить его Не просто А как администратор Это очень важно Именно как администратор Поскольку только в этом режиме Вы видите Все установленные Ранее версии Windows Я сейчас это выполнять не буду Это занимает достаточно много времени Минут 15 Может даже больше Но очищает приблизительно 15-19 гигабайт Почти треть Памяти устройства Так что Рекомендую вам делать это После крупных обновлений Windows OS Что еще могу посоветовать Обратите внимание Что у нас с вами интерфейс Windows И сейчас Английский Если он вас смущает Английская версия То вы можете его на самом деле Поменять Русифицировать Для этого Нужно зайти в Time Language Время Язык Здесь выбрать Пункт Language Язык И вот здесь есть такая строка Посмотрите Add Windows Display Language In Microsoft Store Добавить Язык Дисплея Из магазина Microsoft На самом деле Вы скажете Что вот здесь уже Русский язык есть Но по умолчанию У этого устройства Только есть русская клавиатура А языка дисплея нет Поэтому вы зайдете сюда При подключенном контроле Конечно к интернету Найдете здесь Нужный вам язык Языков здесь много Например Все языки стран СНГ есть Даже есть татарский язык То есть в общем Как вы хотите И потом тогда После установки этого языка Можете поменять язык Общения с вашим контроллером Выбрав русский Сейчас я делать не буду Потому что устройство Попросит Выполнить перезагрузку Ну и еще Не забываем Еще быстрые клавиши Конечно использовать Некоторые очень полезные Клавиши В Windows 10 Ну например Просто нажатие на Значок Windows Вызывает вот эту функцию Если я нажму Windows плюс Е Латинское То открывается Интернет Эксплорер Если нажать Если нажать Windows D Windows D То закрываются Все приложения Еще очень полезная функция Windows плюс функция Желтая кнопка И плюс ноль Windows функция ноль Делается скриншот Который сохраняется В папку Picture Screenshots Потом оттуда Вы можете Эту картинку извлечь Вот такие вот Полезные моменты Я вам Рекомендую Использовать Контроллером TC7